Устроить гастрономический тур, не выезжая за пределы города, в Новосибирске набирает популярность гастрокорт. На одной площадке в центре мегаполиса работают более 50 точек с разной концепцией и кухней. Светлана Шевченко оценила перспективы развития проекта и узнала, как работает импортозамещение. Вы можете попробовать у нас хингали, очень вкусно. Это домашний лакцент с поджаренным мясом. На гастрокорте сложно определиться с выбором. Здесь соседствуют Мексика, Вьетнам и Азербайджан. Многие ходят туда, чтобы каждый день попробовать что-то новое или вспомнить уже знакомые вкусы. Я хочу гутап. Я помню, как ел его в отеле в Турции. И хочу бобазу баш говяжий взять. Сегодня житель Новосибирска Константин Грибанов обедает по-азербайджански. Корнер, так называется точка общепита, заработал месяц назад. Заказ ждать недолго, от 3 до 5 минут. Готовят при посетителях. Многие ингредиенты покупают за рубежом, чтобы сохранить оригинальность блюда. Из-за границы в основном получаются некоторые виды зелени. Это из Визитана возят, из Киргизии, из теплых стран, которые зелень выращивают. Они дефицитные получаются. Мы их достаем, хоть и дорого обходится, но мы их достаем. Создатели гастрокорта вдохновлялись московским Даниловским рынком и популярным в столице фудпространством депо. Сейчас 3000 квадратных метров территории центрального рынка отведены под заведение общепита. В планах у руководства открытие еще 20 точек. По количеству корнеров, мы сравняемся с депо в Москве, там 70 корнеров, у нас будет 70. Это место, где нужно вкусное, недорого покушать, отдохнуть. У нас каждый день диджей играет. У нас фестивали каждые выходные. Мы проводим там день китайской кухни, день турецкой кухни, день вьетнамской. На корте нет дорогих сетевых ресторанов. Основная потребительская аудитория – работающая молодежь. Многие приходят в перерывах на обед. Летом на гастрокорте работает открытая веранда. Особое внимание интерьером. Например, целый запорожец арбузов. И на обед сходил, и контент для социальных сетей подготовил. На втором этаже есть точки для адептов здорового питания. Например, кондитерская, где десерты готовят без сахара, используя в том числе импортные продукты. Нет, мы очень боялись, что мы потеряем доступ к протеину, потому что некоторые десерты у нас высокобелковые. Это для фитоняшки и мистера протеина, для людей, которые на спорте, которые на диетах. Но, как показала практика, все есть. Очень много альтернативы. Сыры, которые мы боялись потерять, очень помогла Беларусь. В этом они достаточно хорошие поставки делают. Одна из задач – изменить образ рынка в сознании людей. Глобально вывести региональный общепит на новый уровень. Мы максимально содействуем именно продвижению местных товаропроизводителей, которые работают на территории региона, чтобы они поставляли свои продукты питания непосредственно в Хорюку. Продливается лицензия на торговлю алкогольной продукцией, потому что на сегодняшний момент мы прекрасно понимаем, что практически в 70% предприятий общественного питания как раз присутствует алкогольная продукция. У нас большое количество предприятий общественного питания получают микрозаймы, с одной стороны. Ну и работают у нас программы по компенсации на покупку оборудования. В последние выходные лета на набережной Новосибирска пройдет масштабный гастрофестиваль. 27 и 28 августа жители и гости города смогут не просто отведать блюда разных кухонь мира, но и поближе познакомиться с местными производителями. Светлана Шевченко, Тарас Тарасов, Новости ОТС.